Что есть Масанчи и его последователи, которые все время песни поют. Только о чем мы, к сожалению, не понимаем. Они пытались углубиться, о чем этот эпос? Вы знаете, вообще-то нет, но интересно, наверное, когда-нибудь, если будет. Эпос Манас, как говорил Айтматов, это битль кыргызского быта, житья, эпос Манас. Это в нем все охвачено. Конечно, он уникален тем, что в мире по объему и потом по сказателю равных нет. Эпос Манас, он отец сына Симитея. Он был великим воином, получается, очень сильный богатырь. Он, я знаю, как он умер, правда, его убили в Китае. Как бы, он был очень славный и богатырь, хороший человек. Что он был это, батыром? Еще. Что он одарел врагов? Ну, что это написал человек, который был легендой. Ну, а так, в принципе, мало, честно говоря, что помню. Уже со школы что-то учили, но мало что помню. Ну, это одно из главных достояний кыргызов, по идее. Из поколения в поколение именно как бы из уст в уста передавалось. Ну, например, известные монастии. Каралаев, Джусуп Мамай, Балхчи, мне кажется. Много их, по идее, и разные версии еще есть. Это наша история, это наш великий человек. Сейчас на основе Манаса воспитываем детей, как он любил Родину, какой он храбрый был, как он отчество свое, отечество воевал. Ну, то, что он уникален, то, что он интересен, познавателен, и хочется прочесть его в прозе. Никак не найду. Ничего не знаю, честно. Да, я плохо знаю. Ну, эпос Манас, как мне известно, это один из... Не один из, а это почти самая известная, как сказать, такая лилика, история, и вообще героическая история. Его написали в сотни языках и читают во всем мире. А вы сами читали? Я в школе читал, а сейчас вообще перестал. Ну, что мы знаем? Ну, то, что он вот сам писал все это, пел, прославлял и землю, и природу, и желал мира, и людям, и всему, чтобы действительно было все между людьми хорошо. Ну, если вкратце, вот так сказать. Спасибо.